Аллилуйя, дорогая Церковь! За нас Ты был распят, О Боже, как Ты благ! Я вас приветствую благостью Божию в это утро воскресного дня. Я вижу, что Господь приготовил для нас нечто необычное сегодня. И самых первых минут этого служения я бы хотел вас вернуть к тому, когда Город Человек сказал, знаешь ли ручей, что бежит со креста? Столько событий происходит сегодня. Кто-то празднует Рождество, а у нас и Рождество, и ручей течется креста. Аллилуйя, слава Господу! Слава Господу! Сегодня начало Нового года. Первое воскресенье, когда мы возвещаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. Я вижу, что Господь позаботился об этом служении. Вы знаете, я просто переживаю Божие присутствие сегодня на этом месте. Я призываю просто открыть свое сердце. Я сегодня молился, просил у Бога одного не повредить Его Слово. И второе, я очень просил, чтобы Он не дал такой контроль моих чувств, чтобы я просто говорил ровно, без всяких слез. Потому что, когда мы говорим о Нем, мы не можем удержаться. Если мы просто читаем о Нем и знаем о Нем, это одно. Но когда Он открывает, дает нам откровение, познание Его, это совершенно другое. Я, наверное, начну, у нас достаточно времени, я начну, наверное, с того, что прочитаем, Римлян, откройте, пожалуйста, 8 глава, это с первого стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Аллилуйя, слава Ему! Обратите внимание, здесь три закона. Закон греха, закон смерти и закон Духа жизни. И они три работают по сегодняшний день. Итак, закон греха, он постоянно тянет нас вниз. Он постоянно осуждает нас и гнетет. И он постоянно тянет нас на самое-самое дно, где находится закон смерти. Закон смерти нас постоянно осуждает и убивает нас. Но Писание или Дух Божий говорит нам о том, что у нас еще другой закон. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. Вот если бы я сейчас опустил бы микрофон, видишь, он падает. Он падает, сила тяготения тянет его. Точно так закон греха постоянно тебя тянет вниз. Ты никак не можешь его победить. Нету человека на земле, который бы победил грех. Нету такого человека. И закон плата за грех, что? Смерть. Просто будьте со мной. Я знаю, куда я веду. Просто следуйте со мной. Она ведет нас ко греху. Он убивает нас. Но если этот микрофон падает, а я его перехвачу рукою, он больше не упадет. Он в крепкой руке. Рука Иисуса Христа ухватила тебя. Он держит тебя в своей руке. Ты никогда не упадешь туда, когда ты в руках Иисуса. Вот почему мы говорим, ты бы умер за меня. Я сегодня славлю тебя. Я знаю, что я не смог себя спасти. Есть только одна. Кровь, крест Господа нашего Иисуса Христа. Я сегодня буду проповедовать о крови Иисуса Христа. Как давно я хотел сказать эту проповедь. Очень давно. Но я не мог ее сказать. И Господь сегодня мне позволил. Я сегодня хочу говорить о крови, о силе крови, о завете крови. Почему сегодня грех так силен, но кровь Иисуса Христа побеждает его? Давайте начнем с самого начала. Когда Бог наследил Идемский сад, привел туда человека, и он сказал ему, от всякого дерева ты можешь есть. Только от дерева познания добра не ешь от него. Теперь услышь меня. В день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Это не дьявол сказал. Это не дьявол сделал. Это определение Божие. Когда человек согрешил, он включил, активизировал смерть. Павел, говоря о смерти, сказал так, что она имеет жало. Она жалит. И смерть ужалила человека. И ввела ему инъекцию греха, смерти. И он умер. Теперь, когда Бог говорит, обратите внимание, когда Бог говорит, это всегда закон. Это закон. Если он сказал, это законно, он сказал, ты смертью умрешь. И теперь Богу нужно было следить за тем, чтобы этот закон пришел в исполнение. Человека нужно было умертвить. Он, Адам, заслуживает смерть. Бог должен его убить, потому что он нарушил. Сила греха закон. Плата за грех, что? Смерть. Вот плата. Дорогие возлюбленные, если мы не понимаем, что такое грех, не знаем его разрушительную силу, мы пытаемся сами еще справиться с ним, мы пытаемся работать над собой, мы пытаемся вырабатывать правила, достижения. Невозможно. Грех ужасней атомной бомбы. Он настолько ужасен и страшен. Он уничтожает. Грех, сила, он просто убивает, он всегда приводит к смерти. Человеку невозможно. Нету на земле человека, который бы мог. И он ввел инъекцию смерти в человека. И человек стал умирать. Посмотрите, что делает человек, когда он согрешил. Что говорит Писание? Они сшили себе смоковные листья и покрыли себя ими. Что же делает Бог? Он не учит человека в этот момент молиться, поститься, исповедоваться. Нет. Он убивает животное. Он проливает кровь и покрывает человека. Он защищает его. Кровь защищает человека. Вы знаете, когда мы говорим об Иисусе Христе, вот сегодня я дам православный мир весь праздновать Иисуса Христа. Иисус пришел. Иисус пришел не чтобы только проповедовать. Иисус Христов не пришел для того, чтобы исцелять. Он не был только пророком. Да, он был пророком. Он исцелял, кормил голодных, сделал многое. Но он пришел, чтобы спасти погибающих. Он пришел, чтобы вывести из темницы. Он пришел, чтобы сокрушить, лишить силы, имеющего держава в смерти, то есть дьявола. Потому что человек умер раз и навсегда, бесповоротно. Поэтому он пришел. Он пришел с одной целью. Была только одна цель, чтобы взять, вот то, что мы сегодня свидетельствуем, взять чашу и сказать, сия чаша, есть новый завет в моей крови. Услышь меня. Завет в моей крови. Что же кровь? Что же это такое? Почему мы о крови так говорим? Почему Писание так говорит о крови? Почему Бог так говорит о крови? Что в этой крови такого? У Адама кровь была отравлена с первых дней его жизни, когда он согрешил. Кровь несет жизнь в организме. Жизнь и смерть в крови. По нашему телу кровь, это очень важный, это ткань, это орган, который несет в каждой клеточке жизнь. Для того, даже если тебе плохо, и тебе нужно съесть витаминку, ты должен ее разжевать, она попадает в кровь, и кровь ее разнесет по всем клеточкам твоего организма. Кровь, это сегодня иммунитет наш, она защищает нас. Ты только ударился где-то, какой-то снег, это кровь, порезался, сразу мы видим такую белую жидкость, это лейкоциты, они стремятся защитить нас. Кровь, она несет жизнь, жизнь, жизнь. Что сказал Господь о крови? Жизнь, тело где? В крови. Кровь, это жизнь. Жизнь, тело, она в крови. Вот послушайте, как Бог смотрит в кровь. Во-первых, сделаю такое отступление. В самую первую очередь, когда мы говорим о крови Христа, кровь не для нас, она для Бога. Услышьте меня? Она для Бога, в первую очередь. Поэтому сказано, когда увижу кровь, евреи, когда ели паскального акца, они не видели эту кровь. Она не была для них. Агнец для них, они ели его, хлеб, жизнь, всегда мы едим, агнец. Но кровь для Него. Увижу кровь и пройду мимо. Во-вторых, кровь для дьявола. Они победили его кровью акцией, словом, свидетельства. Это сильнейшее оружие, защита, покрытие, жизнь в крови Иисуса Христа. В крови Иисуса Христа. Она для Него. И потом для нашей совести, чтобы имели чистую совесть, чтобы воздевали руки, без гнева и сомнения, ликовали и славили Господа. Поэтому Господь сказал первым людям, вы можете есть плоть животных. Ты можешь делать барбекю. Что мы еще делаем? Шашлык. Жарить, варить, парить. Есть мышцы. Кровь ни в коем случае не трогай. Кровь нельзя трогать. Посмотри, как Бог смотрит на кровь. Почему? Когда Абель погиб, то кровь его, что делала? Вопияла. Кровь имеет голос. Она кричит к Богу. А это сильно. Мы очень мало знаем о крови. Вы знаете, когда принесли первые жертвы, это первые два человека. Каин и Абель. Бог принимает жертву одного, второго не принимает. Вы знаете, почему? Не было крови. Когда люди сшили себе одежду и покрыли себя, это не могло их спасти. Там нету крови. В листьях нету крови. Это символизирует наши дела, наши стремления, наша праведность. Мы покрываем себя. Нет, не помогает. Бог убил животное и покрыл их кожей. Кровь была там. Кровь остановила смерть. Кровь – жизнь. И поэтому Бог сказал, давайте откроем Левит. Я думаю, это 17 глава. С 10 по 11 стихи. Откройте, пожалуйста. Я хочу, чтобы это не было просто слова. Давайте мы будем следить. Если кто из Дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обручу лице мое на душу того, кто будет есть кровь и истреблю его из народа. Это Божье Слово. Потому что душа – тело в крови. Душа – тело в крови. Кровь – это жизнь. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы обещать души ваши. Ибо кровь сия душу очищает. Кровь животных очищала душу. Посмотрите, человек, Писание говорит, что когда умер Адам, мы вместе с ним умерли все. Мы были в Адаме. И когда когда смерть сделала вот эту инъекцию, укусила его, вот этот яд смерти, она извратила жизнь человека. О, она изнарушила все. И у Бога, если можно так сказать, появилась проблема. Человеку нужно было поменять кровь. Его кровь отравлена. Скажите, если человек, вот мы много знаем о крови, делают переливание крови. Когда у человека болеет, ему вливают кровь. Кстати, вы знаете, невозможно сегодня лабораторным путем сделать кровь. Не могут. Не могут. По сегодняшний день нужно сдавать кровь, чтобы спасти, и люди сдают кровь, чтобы спасти другого человека. Если человек болен, скажем, СПИДом, и я болен СПИДом, он самый большой враг для меня, потому что у него кровь тоже отравлена. Вот почему никто не может нас спасти. Вот почему семя Адама невозможно было никому из нас спасти. И Богу настала такая проблема. Нужна кровь. Кровь чистая, святая, правильная, чтобы поменять кровь нашу грешную на живую кровь. И нигде во Вселенной нету такой крови. И поэтому Бог временно сказал им каждый раз, когда ты приходишь и являешься предлицем моей, что нужно было сделать? Принести кровь. Почитайте Ветхий Завет. Реки крови. Крови. Почитайте 14 главу Левит. Когда первозащитник должен войти, куда мажет кровь? На лоб. На палец. На палец ноги. Покрыт кровью. Покрыт кровью. Кровь. Иногда спрашивают, у вас в христианстве такая кровавая религия. Люди, которые не знают, что такое кровь, что такое жизнь, они не понимают. Мне нравится. Можно читать очень много высказываний мудрых людей, философов. Очень красиво. Там многие другие говорят о жизни. Но там нету крови. Там нету жизни. Жизнь дает только кровь. И вот до времени, Писание говорит, до времени пришествия веры. Мы все были под руководством. И вот священник покрывался кровью. Скажите, когда он входил во святой святых, что он там делал? Крапил кровью. Сача Блады став. Кругом кровь. Вы видите, он весь в крови. Белые одежды, запачканы кровью. Я сегодня, я благодарю тебя, Дух Святой, сегодня здесь. Ты чувствуешь, он сегодня говорит нам. Открой свое сердце. Это откровение о крови. Это не просто ты сегодня участвуешь. Ты пришел в очередной раз, в вечере. Я иногда несу вечерю, и вижу люди стоят и не участвуют в вечере. Знаешь почему? Ты просто не знаешь, что это такое. Ты просто не знаешь, кто дал эту кровь и что она несет. Я сегодня хочу об этом рассказать. Кровь, и вот, покрыт кровью, заходит туда, все в крови. Он в крови. Почему? Это защищает его от смерти. Иначе он погибнет. И в Левитбе Бог сказал, не во всякое время являетесь при лице Моем. Никогда тебе вздумается. И будь внимательным, сказал Он. Каждый раз, когда ты являешься, ты должен быть покрыт кровью. Прочитайте Левитбе 4 главу. Сейчас нет времени у нас все это читать. Далее Он говорит, что кровь, она душу сию очищает. Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, слава Богу. И вот у Бога проблема. Где же найти, как поменять человечеству кровь? Нам нужна кровь. Кровь нельзя трогать. Кровь нельзя есть. Кровь нельзя пить. Потому что она душу. Вы знаете, наверное, одна из причин, почему Бог создал животных, чтобы они душу нашу очищали. Вдруг на случай, если что-то случится, то Бог предусмотрел это. Кровь сия вашу душу очищает. И вот сегодня весь мир празднует Рождество Иисуса Христа. Мы все согрешили. Писание говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Исайя 64 глава. Все мы сделались, как нечистые. Вся праведность наша, как запачканная одежда. Все мы поблекли, как лист. Беззаконие наши, как ветер, уносят нас. И никто не может это остановить. Семь тысяч лет человек умирает. Вот мы сейчас были на похоронах. Вот на прошлой неделе один, на этой неделе другой. Ты смотришь. Человек прожил 95 лет. Слава Богу, был сын. Но смерть унесла его. Если бы он прожил еще сто лет, еще двести лет, этот прожил Адам, Мафусал, самый большой, 960 лет, Адам 950 лет. И они ушли. Кровь отравлена. И она умирает. Смерть там владычествует. И у Бога проблема. Где же взять эту кровь? Вот мы говорим о крови. И вот Рождество Иисуса Христа. Бог посылает Сына Божьего на землю. Рождается Иисус. Вы помните, что ангел сказал Марии? Она сказала, как это будет? Я не понимаю. Я не жила с мужем. Нету передачи жизни, семени. Как это будет? И ангел говорит его, Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. По этой причине рождаемое будет святой. О, Боже! Это такая тайна. Боже, дай мне способность это вот передать. Знаете, в чем моя проблема и нас проповедников? Мы иногда не способны передать. Поэтому я прошу, чтобы Дух Святой, я сейчас говорю, я прошу Дух Святой, просто открывай. Открывай. Как это так? Как это так? Через эту девушку придет Сын Божий воплоти, но с другой кровью. С чистой кровью. Не отравленной. Без бациллы греха. Без вируса. Скажите, даже сегодня, когда делают всякие вирусы, что делает вирус? Он поражает нашу кровь. Человек заболевает раком. Это, в принципе, это болезнь крови. Рак начинает делить эти клеточки. Он нарушает кровь. Кровь не поступает, человек умирает. Нам нужна чистая, святая кровь. Аллилуйя! Слава Богу! Нам нужна кровь, которая бы принесла жизнь. Потому что я погибал. Он не пришел просто помочь нам. Вы знаете, Иисус не пришел, чтобы покрасить клетку тюрьмы, где у тебя серое, а он в розовый цвет, чтобы тебе было легче. Он не пришел для этого. Он не пришел, чтобы поставить телевизор в твою камеру в тюрьме. Он пришел вывести измученных на свободу. Он пришел спасти тебя. Он принес жизнь и жизнь с избытком. Жизнь в вине, в осуждении, это не наша участь. До этого было так. И вот рождается Сын Божий. Я вот не силен в медицине, но я прочитаю вам нечто, что мои мозги поставило в такое интересное состояние. Я скажу, это очень доступно. Выйдите онлайн, просто почитайте, напишите, как работает кровь, чья кровь передается ребенку. Напишите, что значит распятие. Напишите, что значит бичевание. Напишите вот эти слова. Интернет вам проповедует лучше, чем кто-либо. Я просто написал. Смотрите, доктор медицинских наук, профессор МГУ Сеченов отвечает. С самого начала беременности. Немножко, это чисто медицинский термин. Нам надо понимать, что и как оно происходит. Бог знал изначально. Поэтому, когда Господь сказал дьяволу, ты сегодня взял тело этого змея и обольстил Адама. Но я возьму тело жены. Я туда войду, и тогда я поражу тебя в голову через тело жены. Семя жены, оно поразит тебя в голову, а ты будешь жалить его в петух. Вот это первое пророчество о Рождестве, которое было сказано нам. С самого начала беременности вплоть до ее окончания формируется и функционирует система мать-плацента-плод. Важнейшим компонентом этой системы является плацента. Ученые говорят, что это самый неизученный орган в человеке, который представляет собой комплексный орган, в формировании которого принимают участие производные такие слова тромбобласта, эмбриобласта, а также диффициальная ткань. Функция плаценты в первую очередь направлена на обеспечение достаточных условий для физиологического течения беременности и нормального развития плода. К этим функциям относятся дыхание, питание, выделение, защитная функция. Эти метаболические гормонально-иммунные процессы во время беременности обеспечиваются через сосудистую систему матери и плаценты плода. Кров матери, вот слушайте теперь, кровь матери и плода никогда не смешиваются. это просто разорвало меня. Когда Бог творил женщину, Он в ее организме заложил вот это вот самое сильное оружие, которое оно было в ней. Никогда не смешиваются, так как их разделяют плацентарный барьер, все необходимые питательные вещества и кислород, он получает через кровь матери, но никогда с нею не смешивается. Это ученый говорит, Бог заложил семя Божие в Марии. И вот, когда оно только начал расти, Он покрыл его плаценты этим кругом, там в другом месте сказано, он говорит, он как парашют, как круг закрыт в нем, он получает все от мамы, но туда с ней не смешивается. Кровь мамы несет все питательные вещества, все, все витаминки, все, что нужно для развития, но с кровью его не смешивается. И растет внутри матери человек совершенно другого небесный человек с чистой кровью, святой. Бог говорил, не трогай кровь. И вот настает момент, когда Он стоит с чашей и говорит, вот эту кровь теперь ты должен пить. Ты не мог раньше ее трогать, теперь это твоя жизнь. Жизнь! Ты болен? Кровь несет жизнь Божию. Ты страдаешь, она душу очищает, она делает тебя белее снега. Если грех твой как пурпур убилю тебя, не ты, все, что ты делаешь, это лишь сваковные листья, это праведность грязная, запачканная. Есть тот. Я думаю, что я продолжу эту проблему. У нас нету времени уже. Я сейчас ее... Ну просто держись меня. Римлянам, откройте, пожалуйста, восьмая глава. С двадцать третьего стиха и ниже. Я здесь только написал, но оказывается, что у меня нету времени все рассказать. Может, в другой раз я так сокращу его. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Ты и я, мы, все водами умерли, получая оправдание даром. Вот слушай, по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Вот эти слова, они как молот. Искуплением. Смотри дальше. Которого Бог предложил в жертву умилостивления. Двадцать пятый стих. Римлянам 8, 25. Которого Бог предложил в жертву умилостивления. Посмотрите тогда, можете, я ошибся, не сказал тот номер. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Бог предложил, ничего другого не было. Он предложил самое чистое, святое, которое пришло от Него, которое может удовлетворить все требования. Часто говорят, кому Иисус был принесен в жертву? Богу, дьяволу, кому? Я скажу так, жертва Иисуса Христа это дало возможность Богу тебя миловать. Миловать, 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 потому что следующий стих говорит так, во время доявится он праведным, оправдывающим верующего Иисуса Христа. Бог праведен, он праведен, он не может нарушить, он не может сказать, окей, ну давай, так получилось, прикроем здесь немножко, сделаю, все будет хорошо. Нет, он праведен, он праведен и он оправдывает всякого верующего во Христа Иисуса. Аллилуйя, слава Ему. И вот настал момент, когда он стоит с чашей и говорит, это для вас изливается этот кровь, теперь ты будешь ее пить. Но для того, чтобы кровь вытекла, нужно было это тело сломать, потому дали его бичеванию и бичевали его. Они были и римляне были очень сильными, искусственными в этом деле. Вытекла вся кровь. У меня нет времени уже, давайте я так сделаю такси. Сегодня утром пил чай и со мной сидит моя внучка. И через неделю будет 4 года. Наташа ушла, собирается, я пью чай и я проповедую. Эту проповедь я уже сказал раз сто. Я сегодня только чай сказал. Я все время ее проповедую. Бывает на работе проповедую, а с меня течет. Думаю, хоть бы не видели люди, скажут, вроде бы и босса, а что-то с ним не в порядке. А когда Господь говорит, ты не можешь удержать его, если ты знаешь, что такое кровь Иисуса Христа. И вот мы завтракаем, и она что-то говорит, я не слушаю, потом меня трогает, за плечо и говорит, деда, я поворачиваю, с вами говорит, did Jesus die на крас форми, я просто, я просто, я смотрю в эти глаза. Ребенку скоро 4 года. Он говорит, Иисус, когда умирал на кресте, Он умер за меня? Я смотрю в эти глаза. Это не детские глаза. Я говорю, да, Он умер за тебя. Он не только умер, но Он дал тебе жизнь, чтобы ты жива. Я смотрю, ее глазки моргают, наполняются слезами. И ты скажешь, что этот ребенок не слышит Евангелие. О, Боже, какая сила в Евангелии! Она достигает сегодня детские сердца. Просто Евангелие сегодня может любого человека привести ко Кресту, потому что Евангелие это сила Божия ко спасению всякому верующему. И мы вместе с вами порем такой псалом. Что вину мне может смыть? Что мне может помочь в моей ситуации? Кто мне поможет? Кто исцелит меня? Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса! Аллилуйя, братья и сестры!